Всех приветствую! Сегодня расскажу вкратце о результатах моего лечения коксоартроза перекисью водородом. Вот я перевел результаты вот этого письма, то есть получил результат МРТ. Вот тут перевод, кому интересно могут почитать, то есть у меня практически коксоартроза уже нету, причем я его лечил без какой-либо схемы, просто когда болел и делал компрессы всего лишь навсего. В марте месяце прошлого года мне сделано было МРТ, правая нога на 9 миллиметров короче была, на левой ноге начинался тоже коксоартроз, в левом бедре вернее. Где-то в июне, в мае в июне я начал, нашел видео одного парнишки с перекисью водорода. Стал делать компрессы перекисью водородом только когда у меня болело. Первый раз в течение трех дней у меня боли ушли. Последующие компрессы, чем чаще я делал, тем быстрее они действовали. То есть на сегодняшний день вот что я имею. Да, у меня, кстати, диск есть МРТ. Я не поленился, сделал еще раз МРТ. Я думаю, вообще-то это как бы не я должен изучать, это должны врачи изучать. К сожалению, я сегодня не попал к ортопеду. Меня бесят немецкие ортопеды и вообще врачи. Назначают термины, то есть время посещения. Приходишь, потом два час, по-моему, минимум ждешь. Подождал полчаса. Всего лишь одна пациентка прошла. Пошел, спросил в регистратуре, сколько я буду ждать. Говорит, перед вами еще четыре человека. Красиво. Сейчас включу МРТ. Это должен вообще ортопед смотреть, по идее. Не, не тут включил. Надо, наверное, в другом месте включить. Так, куда я его поставил? Сюда, по-моему. Эта программка лучше работает. Так, где тут наиболее видно? Вот здесь, по-моему. Вот, если ортопед это видит, он должен смотреть. То есть, как бы, даже я не врач. Понимаю, что тут почти ничего нету. Вот правая сторона здесь наоборот. Слева, получается, мы смотрим. Вот здесь видно самая малость. Вот он. Маленькое смещение, то есть, есть с правой стороны еще. То есть, теперь, как бы, я хочу попробовать систематично это делать. Как я в предыдущем видео говорил, теперь я буду делать конкретно с гимнастикой. То есть, поставлю компресс. Ставлю, в смысле, я уже делаю. Еще несколько дней буду делать. Вот такие ремни у меня есть. Два штуки на каждую ногу. То есть, они на стене. Две пружины от эспандера. Крепление. Вот это я на ногу цепляю. И, то есть, упражнения такие. Ногой тяну раз 20-30. В зависимости от того, как устал. Делаю это. И потом компресс еще где-то оставляю на полчаса. Я думаю, я его совсем вылечу. Потому что у меня на сегодняшний день совершенно не болит, не беспокоит. То есть, улучшения налицом. По поводу немецкой медицины вам скажу. Те, кто там думает, что здесь крутая медицина, обломайтесь сразу. Это всего лишь навсего миф. Здесь также ни от чего не лечат. Ходил с повышенной кислотностью к врачу. Дал мне таблеток на 10 дней. То есть, у меня гастрит, изжога, желудок ненормально работал. Из-за повышенной кислотности все эти побочные эффекты вылезли. Дал мне 10 дней таблеток. Попил 10 дней. Где-то через 3 недели примерно все возобновилось. Я пришел к нему снова. Говорю, в чем проблема? Говорю, я все таблетки выпил. У меня от Пановой. Изжога и так далее. Он говорит, а ты таблетки пьешь? Я говорю, нет. Он говорит, а ты должен их постоянно пить. Я говорю, в смысле, как постоянно? Я говорю, разве не лечится эта болезнь? Он говорит, нет. Это говорит, надо постоянно тебе теперь таблетки пить. То есть, понимаете, из нас делают просто-напросто наркоманов. То есть, вас подсаживают на таблетки, в результате которых употребление длительного времени у меня начались головные боли каждое утро. Головные боли в то время это было что-то. Утром просыпаюсь, глаза открываю, у меня головная боль. Когда-то перестает, когда-то не перестает. То есть, это очень неприятно в результате того, что от коксоартроза я избавлялся перекисью водорода. Я стал дальше искать в интернете. Нашел пищевую соду. Попил пищевой соды где-то около месяца. Почувствовал, что реально у меня улучшение всего. И жоги нет, желудок не беспокоит, пищеварение отлично, все нормально работает. Я добавил еще в свой рацион перекись водорода по 10 капель на стакан, как профессор Неумывайкин рекомендует. В результате головные боли исчезли. На сегодняшний день меня почти ничего не беспокоит. Кроме пару болячек, которые у меня с молодости. От них я еще не избавился. Но они особо не беспокоят, почти, можно сказать, не беспокоят. Маленький дискомфорт доставляют. Надеюсь, что я от них избавлюсь в скором времени. Немецкая медицина – это катастрофа. Ждал более двух месяцев термин. Пришел, полчаса подождал, подошел к регистратуре. Говорит, еще четыре человека, то есть еще где-то два часа я должен ждать. Но если я приду на полчаса позже – это катастрофа, тебя просто не примут. Я просто психанул, развернулся и ушел. Поэтому решил сам разобраться, потихоньку посидел. Перевел письмо. Потому что, кому интересно, можете прочитать вот этот текст. Это перевод. Конечно, он тут переводит, оставляет желать лучшего. Это оригинальный текст. Так что, кто хочет ехать в Германию лечиться – не советую. Оперируют здесь, да, насколько я знаю, неплохо. Хотя, мои пару операций, перенесенные, оставляют желать лучшего. Мне делали на нос операцию, после которой изменений я не наблюдал. У меня левая сторона почти не работала. Какое-то время она чуть-чуть поработала. Вроде неплохо стало. Со временем все то же самое. В результате, опять же, как профессор Неумывайкин рекомендует, перекисью водорода делал. Один кубик на 50 мл воды, промывание. Теперь нос тоже чистенько работает хорошо. Ну и делали еще на такую болячку, о которой не все говорят. Почему-то, не знаю, хотя это наш организм, это геморрой. Блин, ровно через год все то же самое. Я пришел к хирургу, он говорит, давай еще раз прооперируем. Я говорю, слушай, братишка, мы что, блин, каждый год будем меня оперировать, что ли? То есть, они тупо просто бабки зарабатывают. И то есть, вы в аптеку даже придете за таблетками или за мазью какой-то. Простой мазью у меня был псориаз. Я тоже перекисью водорода, опять же, избавился. Конечно, незначительно, немного, у меня всего лишь на локтях было. И вот здесь немного на суставе было. То есть, делал компресс. На сегодняшний день у меня отсутствует этот псориаз. То есть, мазь я раньше мазью пользовался. Прихожу в аптеку, говорю, дайте мне мазь, продайте. Она говорит, мы не имеем права, ты должен принести рецепт. Я говорю, а что там наркотики, говорю, или отрава, и яд какой-то существует. Она говорит, нет, просто так положено. То есть, вы должны пойти к врачу, чтобы ваша страховка перечислила врачу деньги только за то, что вы выпишите рецепт. Не важно, что вы у врача делаете. Просто зашли, сунули карточку в регистратуре и все, ваши деньги уже там. Потом вы идете в аптеку и еще плюс покупаете. Конечно, немного подешевле через страховку. Ну, когда некоторые вещи можно покупать, просто разницы вообще нет. Иногда даже без рецепта бывает дешевле. Поэтому смысла нет в рецепте. Но, тем не менее, вы должны сходить к врачу и дать ему заработать. Вот такая вся тут система. По поводу операции, да, согласен. Слышал, многим делают неплохо операции, но мне не повезло с операциями. Так что делайте выводы всего лишь навсего. Это миф техника. Да, здесь хорошее медицинское оборудование на высшем уровне. Разговора нет. Но в остальном, я вам скажу, врачей много очень просто безграмотных. Простой пример приходил. Или, ну, опять же, к заработку, скорее всего, относится. Приходил к ортопеду. Со спиной и кисть у меня руки болела. Я уже был у хирурга. Думал, повредил руку на работе. И сделал снимок кисти. Ничего хирург не обнаружил. Отправил меня к ортопеду. И спина у меня болела. Я, естественно, записался с тем, что посерьезнее. Это со спиной. Меня приняли. Он посмотрел спину. Просто так посмотрел. Ничего не делая. Выписал мне направление на гимнастику. Я говорю, вот у меня еще кисть болит. Он говорит, а это ты, говорит, в следующий раз придешь. То есть я должен записаться опять к нему. Опять ждать месяц. А то едва с больной кистью. А потом только я могу к нему прийти. То есть полный дурдом. Это не медицина. Это хрен знает чего. К кожаному врачу ходил. Два месяца. Термин надо ждать. Время посещения. То есть два месяца. В результате я сам определил в чем проблема. Оказывается я немножко злоупотребил орехами. И у меня появилась аллергия. Вот такие вот пироги. Это информация вам о медицине. Если в Германии такая медицина. Что там говорить о России и так далее и тому подобное. То есть медицины нигде нету практически. Народную медицину всю загнобили. Нам с детства кричали. Не занимайтесь самолечением. Идите к врачу. Иначе вы только навредите себе. Когда приходишь к врачу. А он ничего вылечить не может. То есть из моих 5, 6, 7 проблем. Мне ни одну не вылечили в Германии. Это такое мое исследование. Небольшое медицины. Так как возраст у меня уже за 50 перевалил. И болячки начали вылазить. Вот так вот пришлось немножко поизучать медицину. Всем удачи. Думайте что вы делаете. Идя к врачу. И зачем вы к нему идете. Конечно вот это МРТ я понимаю. Что оно мне нахрен не нужно было. Так как у меня уже ничего не болело. Но я все таки сходил. Я знаю что это опять же облучение лишний раз. Но для результата я хотел это сделать. Узнать конкретно. Убедиться. Узнать результаты. Вот теперь буду делать гимнастику и компрессы. Я почему то больше чем уверен что я избавлюсь совсем от этой проблемы. Всем удачи. Успехов. Не болейте. И будьте внимательны чем лечитесь. И у кого лечитесь самое главное. Всем удачи пока.